Последний выступающий в нашей сессии Евгений Чунки, он является советником заместителя генерального директора по управлению персоналом Росэнергоатома. Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья. Как уже Екатерина меня представила, я советник заместителя генерального директора по управлению персоналом социальным и административным вопросом концерна Росэнергоатом. С одной стороны, я являюсь представителем конституционного совета и полномочных представителей молодежных организаций атомной станции. Это с одной стороны, я представляю администрацию концерна, а с другой стороны, я представляю молодежные организации концерна. И, наверное, через мое выступление будет прослеживаться эта такая моя некоторая специфика. Ну, в первую очередь, хочется рассказать несколько слов о концерне. Концерн, кто не знает, объединяет в себе 10 атомных станций, 32 энергоблока. Вот этот презентация. А, у меня ошибка. И, извините. Значит, устанавливаем мощность 24,2 ГВт, в стадии строительства находятся 9 энергоблоков по 6 атомной станции, выработка 16,7 энергии России, численность персонала 35 920 человек, 30 которых представляют молодые работники. Напомню, что в атомной отрасли молодые работники – это специалисты и рабочие до 35 лет. Концерн является, помимо крупной генерации в России, он еще является одним из крупных подразделений госкорпорации «Росатом», которое является, скажем так, наконечником копья, на котором работают многие предприятия. И концерн выдаёт на горы электроэнергию и средства для развития атомной отрасли. Помимо всего прочего, концерн участвует в строительстве, как я уже сказал, атомных энергоблоков. И для того, чтобы обеспечить наши потребности в персонале, как строящихся блоков, так которые будут вводиться, до 2020 года на концерн должны прийти более 9500 специалистов. Это очень большая цифра, и надо понимать, что это достаточно серьезная задача, задача, которую нужно решать неординарными способами. Коллеги уже рассказали о том, что госкорпорация работает над программами по привлечению специалистов, но также концерн пытается участвовать в этой работе. В 2006 году была принята программа «Молодёжная политика» концерна «Росэнергоатом». Она подразумевает под собой три направления. Группа «Молодой профессионал» — корпоративно-молодёжная культура и социальные гарантии молодёжи. И в первую очередь эта программа должна была ответить, и, наверное, отвечает на вопросы. Зачем молодой специалист или молодой работник приходит к нам на предприятие? Как его привлечь? Как привлечь молодого специалиста, молодого работника на предприятие? Как сделать так, чтобы человек, который пришёл к нам, приехал в наш небольшой город, как сказали коллеги с Пакши, у нас большинство городов составляет от 20 до 60 тысяч человек. Наверное, исключением стоят только в Гатунской Балаково, где больше 100 тысяч. Ну и можно сюда прийти, наверное, Сосновый гор, который рядом с Питером. Все остальные города — это маленькие города. Как из МИФИ, как из города, который, скажем так, с развитой инфраструктурой, человека заманить, что ли, к нам в город. Если он там никогда не работал, никогда там не жил. Это вопрос достаточно интересный и непростой. Но если я обращусь к аудитории, где сидят молодые специалисты, молодые работники, какой вопрос, в первую очередь, вас занимает? Заработная плата. Второй вопрос — жилье. Третий вопрос наверняка будет карьерный рост. Вот эти три вопроса совместной госкорпорации в последние годы достаточно активно у нас решаются. Заработная плата у нас повысилась, наверное, на четверть за последние пять лет. Значит, конечно, по регионам, по регионам, наши заработные платы, например, на наших предприятиях, они выше, чем средние по регионам. В заключении, наверное, Ленинградской области, где там достаточно большая конкуренция у нас и заречного, и в Екатеринбурге. Но при этом, если смотреть наших конкурентов по гидро, например, генерации, то она еще не выгоняет. Значит, при этом как бы специалист, который турбинистом уйти на атомную станцию или на гидроэлектростанцию, у него есть выгод. Значит, второй момент – жилье. У нас в конце 2004 года действовала программа по строительству жилья и была специальная программа для молодых работников. С этого года мы вводим новую программу в соответствии с рекомендацией госкорпорации. Сейчас отрабатывается регламент. Надеюсь, что эта программа будет действовать и работать успешно, значит, и будет интересно для наших будущих работников. Что касается карьерного роста, опять же, такие глобальные у нас изменения идут в связи с общей реформой госкорпорации. А также у нас появляются дополнительные места, что ли, в качестве ротации, потому что открываются новые площадки. Конечно, механизм ротации еще не до конца проработан, но это может быть очень хорошей перспективой для любого молодого специалиста, который, проехав несколько площадок за несколько лет, станет специалистом самого высшего уровня. Но все же вопрос остается еще один. Как человеку, который вырос, играл в футбол, занимался КВН в институте, занимался научной деятельностью, приезжая на атомную станцию, которая, это по производству электроэнергии, да, зачастую работа на которой является монотонной и не совсем, скажем так, не совсем интеллект, скажем, творческой, да, вот правильно, творческой, коллеги подсказывают, не совсем творческой, да. Человек в институте, он творит, он развивается, он придумывает, он делает какие-то инженерные решения. На станции все гораздо тривиальнее, да, ты стал, сел, если ты оперативно-постановый заход в ПЩУ, ты сидишь и смотришь, смотришь в течение 8 часов на индикаторы. И в один прекрасный момент ты должен собраться, если не дай бог, что случится, и принять правильное решение. Для этого человек учится, сначала 5 лет в институте, потом еще 5 лет, ну, от 3 до 5 лет, для того, чтобы попасть на этот путь, непосредственно на атомной станции. Вот. И человек должен, при выходе с этого пульта ПЩУ, понимать, что его интересы, то, ради чего он живет, он не просто механизм, он, значит, человек, который может развиваться в различных направлениях. Кто это может сделать? Это может сделать муниципалитет. Как, развито, это, в нормальных, скажем, развитых странах, я не знаю, вот у коллег, так что можно спросить, кто занимается байдарками и так далее, и тому подобное. Но сейчас у нас уровень муниципалитетов не всегда на том уровне, чтобы обеспечить, да, то есть есть опыт передачи объектов в социальные сферы на уровень, на уровень муниципалитета, да, не всегда муниципалитет может обеспечить достойный уровень содержания объекта этого. И поэтому без помощи станции, без помощи, сейчас у нас уже головного предприятия, достаточно сложно в малых городах это дело поддерживать. Концерт всячески поддерживает это направление. И еще одна из форм, которая была введена в программы, а до этого она существовала, значит, достаточно долгое время, с 2001 года, эта форма называется молодежная организация. Как раз я перейду к тем инициативам, которые мы пытаемся услышать, что ли, да, от молодого работника. Молодой работник, придя на атомную станцию, у нас на 9 атомной станции действуют молодежные общественные объединения разного силы и уровня, значит, которые по направлениям, ну, многие здесь сидят общественники, знают, что научно-техническое, культурное, спортивное, информационное направление деятельности молодежных общественных организаций, которые плотно взаимодействуют с непосредственно администрацией атомной станции и с первичными профсоюзными организациями. Значит, для того, чтобы инициатива доходила на более высокий уровень, да, на уровень заместителя генерального директора, в 2003 году по инициативе ребят был осознан, осознан Координационный совет молодежных организаций атомной станции, которые сейчас возглавляют, то, что сейчас создается в Твейле, значит, там, в этом сайте присутствуют руководители молодежных общественных объединений с сосед площадок, где существуют общественные молодежные организации. И уже решение этих лидеров общественных, в случае, если оно одобрено общим собранием, идет либо на уровень заместителя генерального директора, либо на уровень генерального директора, в зависимости от того решения, которое предлагается. Таким образом, если брать из социально значимых направлений, в 2006 году было принято положение о статусах молодой специалиста и молодой работник, как предложение к корпоративному соглашению концерна Росэнергоатом, который регламентирует те льготы и гарантии, которые есть у молодого работника при приходе на предприятие и в течение его работы. До этого были отдельные разделы в коллективных договорах, но вот такой централизованный документ был принят в 2006 году, и этот документ разрабатывался, опять же, самими ребятами. Также сейчас в новом положении у молодых специалистов, которые принят в конце Росэнергоатом, также принимали участие ребята посредством Координационного совета. Но самое большое отражение, скажем так, в... А вот как раз в блоке были. Значит, самое большое отражение в, скажем, инициативе молодых ребят, это... У нас каждый год принимается корпоративный план молодежно-культурно-спортивных мероприятий. И флук молодежных мероприятий формируется как раз по инициативе Координационного совета молодежных организаций. Если мы посмотрим, то что эти мероприятия у нас проходят традиционно, начиная с 2001 года. Творческий фестиваль Десна в 2001 году объединил начало активистов, и до сих пор он проходит сейчас на Курской атомной станции. Молодежное движение... Молодежный фестиваль КВН в этом году уже будет, если не ошибаюсь, а девятый, на который приезжают команды шести атомных станций, семи атомных станций, команды с Украины и команды с отрасли. Международный турнир интеллектуальных игр «Что, где, когда и проявим». В этом году интересно, у нас факт произошел, впервые провели конкурс «Парламентские дебаты». По инициативе молодежной организации Центрального аппарата концерна «Росэндерград». Который тоже существует. Но мы можем, кстати, проследить, скажем так, ответственность ребят, которые отправились. Сначала это были направления больше творческие и, скажем так, досуговые. Уже начиная с 2005 года появилась у нас научно-техническая конференция, которую проводят только под эгидом молодежных организаций. Значит, конкурс профессионального мастерства. В 2007 году было сделано направление военно-патриотическое, в котором принимают участие поисковые отряды атомной станции. Как исторически сложилось, что атомные станции находятся практически по линии фронта, начиная с Мурманской, заканчивая Ростовской атомной станцией. И везде там в этих местах были бои. И сами по себе там организовались отряды поисковиков, которые в 2007 году объединили. И вот уже в пятый раз на Ленинградской атомной станции объединенный отряд поисковиков у нас работал. 9 мая нашли 28 бойцов Красной армии, трех из них опознали. Это тоже работа, которая идет не только на, скажем, как бы это не звучало очень хочу, но и на досуг наших работников, в том числе поисковой работы, но и она составляет имидж нашего предприятия. Мы говорим, что мы участвуем, активно участвуем во всем направлениях деятельности государства. И также у нас проходят экологические формы. Для того, чтобы, скажем так, более ярко показать, это вот на уровне корпоративном, а еще у нас ведется работа на уровне молодежной организации. Но здесь есть представители Ленинградской атомной станции, которые будут выступать, и которые являются одной из ведущих у нас, значит, организаций в концерне, я думаю, из ведущих и в отрасли. Вот, я думаю, что они расскажут про свою деятельность. Но для иллюстрации, примера, действия молодежной организации, я хотел бы сейчас показать небольшой ролик Смоленской атомной станции. Если возможно, запустите, пожалуйста. А, можно, да? Можно запустить? А звук это? Они дадут такие же плоды. На этом строит свою работу организация молодых атомщиков Смоленской АЭС. В этом находит действенную поддержку руководства станции. На сегодняшний день в организации состоит более 200 молодых работников. Деятельность молодых атомщиков охватывает все сферы жизни. Для координации по всем направлениям созданы и действуют соответствующие советы. Представители молодежной организации входят в состав и принимают активное участие в работе постоянно действующих комиссий атомной станции. По приему на работу, по установлению статусов молодого специалиста и работника, жилищную комиссию и комиссию при профсоюзном комитете. Большое внимание на Смоленской АЭС уделяется процессу адаптации молодых специалистов. Действуют специальные программы по реализации молодежной политики. Молодым работникам предоставляются квартиры на условиях корпоративного ипотечного кредитования. Содействие повышению квалификации молодых работников Смоленской АЭС одна из главных задач молодежной организации и в этом направлении ведется планомерная работа. В течение года молодежь Смоленской АЭС принимала активное участие в мероприятиях, проводимых концерном Росэнергоатом. Это координационные советы полномочных представителей молодежных организаций АЭС России, научно-технические конференции и форумы. В 2010 году, пройдя отборочные туры на станции, молодые работники Смоленской АЭС примели участие в третьей международной научно-технической конференции концерна Росэнергоатом «Молодежь. Безопасность. Наука и производство». В конкурсе лучшей по профессии среди слесарей по ремонту тепломеханического оборудования на Балаковской АЭС представитель Смоленской АЭС занял третье место. Конференция Международной ассоциации молодых атомщиков на Смоленской АЭС объединила представителей молодежных организаций атомных станций России, Литвы и Украины. В ходе двухдневного молодежного форума было подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве между Координационным советом полномочных представителей молодежных организаций концерна Росэнергоатом и на ЭКЭнергоатом Украины. На хорошем организационном уровне в Десногорске прошла встреча молодых атомщиков Смоленской АЭС с молодыми работниками Центрального аппарата концерна Росэнергоатом, посвященной 65-летию атомной отрасли. Итогом длительной подготовки и проведения интеллектуальных игр среди работников Смоленской АЭС, проводимых молодежной организацией, стала абсолютная победа смоленских атомщиков в четвертом международном турнире по интеллектуальным играм «Что, где, когда» и «Брейн-ринг» среди молодых работников атомной энергетики и промышленности, проходившим в 2010 году в Десногорске. Впервые в 2010 году молодые атомщики Смоленской АЭС в составе делегации госкорпорации Росатом приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селегер-2010». Молодежная организация принимает активное участие в общественной жизни города Десногорска и Смоленской области. В городском совете трое действующих депутатов являются членами организации молодых атомщиков Смоленской АЭС. Это подтверждает, что представителям молодежной организации доверяют как работники станции, так и жители Десногорска. При городском совете депутатов создан молодежный парламент, включивший в себя весь молодежный актив и общественные молодежные организации города. Возглавил парламент член организации молодых атомщиков. В течение года молодежная организация принимала участие в мероприятиях, направленных на улучшение социальной сферы Десногорска. Это и широкомасштабные общегородские экологические субботники, мероприятия по благоустройству, работа с молодежью и ветеранами Десногорска, мероприятия в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания. При участии молодежи станции проведена акция «Зеленый пояс Атомграда», в ходе которой было высажено более 600 саженцев деревьев и кустарников в центре города. Традиционно члены организации участвуют в мероприятиях, посвященных Дню города. Пропаганда здорового образа жизни, организация досуга и культурное развитие молодежи – вот основные задачи, которые ставят перед собой молодые атомщики, проводя спортивные, культурно-массовые мероприятия, интеллектуальные игры и турниры. В 2010 году актив молодежной организации совместно с профсоюзным комитетом впервые провели турнир среди молодых работников Смоленской АЭС по пейнтболу. Начатая в 2009 году акция по реставрации и поддержанию памятного знака героем прорыва 1942 года оперативной группы генерала Белова в деревне Лесхоз Росовского района Смоленской области была продолжена молодежной организацией совместно с активом профсоюзного комитета станции. Над памятным знаком взято шефство. В рамках социальной работы организация продолжила оказание шефской помощи и проведение мероприятий для воспитанников школы-интерната поселка Якимовичи и детского социально-реабилитационного центра «Солнышко» города Десногорска. Это спортивные конкурсы, эстафеты, интеллектуальные игры, взорницы, походы, мероприятия патриотической направленности. В рамках профориентационной работы для учащихся выпускных классов города Десногорска молодые атомщики провели городскую олимпиаду по атомной тематике. Одно из направлений работы организации молодых атомщиков – патриотическое воспитание молодежи и привлечение ее к участию в поисковом движении. В 2010 году силами поисковиков, молодых работников Смоленской АЭС к 65-летию победы в Великой Отечественной войне была подготовлена передвижная выставка по истории поискового движения, которая побывала на всех атомных станциях России. В течение года организовывались и проводились экскурсии в музее поискового движения Десногорска для учащихся городских учебных заведений и гостей города. Молодые работники станции в составе сводного поискового отряда концерна «Росэнергоатом» приняли участие в проведении вахты памяти на территории Калининградской области. В 2010 году в Десногорске проводился ставший уже традиционным военно-патриотический слет Отечества для подростков города Десногорска и поселка Якимовича. Сегодня он приобрел статус межрегионального. Слет организуют молодые атомщики совместно с военно-патриотическими, историческими клубами и поисковиками Десногорска. Во время празднования Дня Победы молодые атомщики приняли участие в мероприятиях Смоленской АЭС, посвященных этой дате. В торжественном митинге на Кургане Славы, в теле мосте концерна «Росэнергоатом» и встрече руководства с ветеранами войны провели акцию «Георгиевская лента». Инициатива и деятельность молодежной организации находят поддержку руководства и профсоюзного комитета станции. В едином союзе с ветеранами организация молодых атомщиков строит планы и реализует намеченные мероприятия. Это пример работы молодежной организации. Скажем так, это одна из сильнейших организаций у нас. Но вот тот спектр, который закрывает ребят. В заключении своего выступления хотел бы вернуться в начало. С одной стороны, сказать, что со стороны администрации попросить вас призвать, чтобы вы активно работали в социальном направлении. А со стороны общественности призвать моих коллег, как нужно, быстрее, каким-то образом сформулировать вопрос молодежной политики на уровне гостофорации. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ